Юрий Викторович, как считаете, почему сегодня не удалось завершить серию в Новокузнецке? Ну, изначально на смене получили, из-за грубейших на смене две ошибки, на смене получили два гала, но не сложили, как говорится, крылья. Команда играла до конца, и если нет забивания, ну, нельзя же выиграть, если мы не можем забить. Кому-то сегодня претензии есть по команде? Ну, по старшим немножко есть, потому что надо решать такие моменты, когда их выпускают, они должны решать на мастерстве уже, в который люди поиграют. Можно ли сказать, что в первом периоде Андрей Кореев несколько не выручил команду? Да нет, нельзя, нет, нет. Ну, там из-под защитника бросали, там не видно. Предстоит теперь матч в Бердске, решающий пятый матч. Как думаете, насколько может состав «Медведя» поменяться на эту игру? Ну, я думаю, оптимально не поменяется сильно, но что-то, конечно, будем думать. Владимир Владимирович, какие впечатления сегодняшнего матча, какие слова нашли для ребят, чтобы сегодня зацепить победу в кузне? Ну, у нас отступать больше некуда было. В принципе, это была такая крайняя игра для нас. Если проигрывали, то вылетали из плей-офф, проведя неплохой сезон. Я думаю, обидно было. Ну, на это, в принципе, надавили, чтобы поняли, что не зря была проделана такая работа, до конца довести все дело. Поэтому сильно настраивать, я думаю, не надо было. Мы уже видели, знали, и соперника знали. Мы с ними много матчей провели. Знали, что все равно они просто так, они сдаваться не будут. Знали, что пацаны бьются до конца. У нас все игры получились очень с ними плотные, будем говорить, в одну, в две шайбы. В две – это вот последние. Мы выиграли, а они выиграли. Три-один. Вот так все, как бы. Впечатление, что добились, доборолись, молодцы, выиграли. По ходу матча у вас лично были какие-то опасения за результаты или, в принципе, чувствовали, что все под контролем «Кристалла» находится? Вы знаете, и у нас такие метаморфозы. Мы выигрывали, как вы знаете, 4-0 и 5-2 и упустить победу. Поэтому до конца приходится, думаю, что таких ошибок допускать больше не будем. Играем до конца, опасения всегда есть. Молодежный хоккей, поэтому... В составе «Кристалла» достаточно ребят, которые прошли и Кузбасскую школу хоккея, и воспитанники «Металлурга», и некоторые даже в «Кузнецких медведях» играли. Как считаете, для них эти матчи против Новокузнецка принципиальны? Или, в принципе, не стоит их выделять? Думаю, что не стоит. Но они все принципиальны. Матчи и плей-офф, они принципиальны все. Поэтому я думаю, что особого какого-то тут нет. Может, у кого-то есть, конечно. Я не знаю, по каким причинам они отсюда уходили. Мы их собрали, будем говорить, тех людей, которых почему-то в свое время освободились от них. Сегодня они все у меня, сегодня играют и неплохо играют. Я думаю, что, может быть, доказывают, что зря все-таки от них освободились. Так вот, может быть, на этой волне они показывают получше игру. Сейчас пятый матч будет проходить на площадке «Кристалла». Как считаете, можно ли в этом плане «Берцк» назвать в какой-то степени фаворитом? Ну, думаю, фаворитом. Наверное, да. Потому что все-таки серия продолжается. Играть дома всегда легче. Но сказать, что явным фаворитом нет. Потому что я еще раз объясняю, что все матчи проходят достаточно плотно. Не знаю, как сложится. Я думаю, кому больше повезет, кто больше захочет, тот и выиграет, победит в этой серии.